Слава Господу, братья и сестры! Я прочитаю место из Писания, книга Марка, 32 стиха. Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, они ужасались, и, следуя за ним, были в страхе. Подозвал 12 на 5, начал им говорить о том, что будет с ним. Вот мы восходим в Иерусалим, и сын человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и продадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет. Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали, учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим. Он сказал им, что хотите, чтобы я сделал вам? Они сказали ему, дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую, в царстве славе твоей. Вот такая история. Мы видим, Христос, Он проповедует свое живое слово ученикам, и хочет что-то очень важное, серьезное вложить в их сердце. Он говорит свои переживания, Он говорит то, что в его сердце, и пророчится, что ожидает его. И после этой проповеди подходят к нему два брата, ученика, и говорят ему, Иисус, позволь, мы сядем у тебя по левую сторону и по правую сторону. В славе твоей. И дальше мы знаем, что ученики, они возникновали, и это удивительно. Я тоже поставил себя на их место, он тоже бы возникновал. Бывает, детям так стараясь что-то вложить, говоришь им какие-то серьезные вещи, чтобы дошло до их сердца, а они тебе потом, пап, дай на мороженое, а можно погулять. Ты думаешь, это вошло в их дух, в их сердце? И вот здесь, конечно, это характер Господа, этого величайшей любовь, о которой даже мы не можем представить и понять своим сердцем. Он, наверное, обнял, подозвал и говорит, это в мире так господствует друг перед другом. А у вас не будет так, а у вас будет по-другому. Больше пусть будет у вас меньше. Слава Господу! Аллилуйя! Но я сегодня хочу об этом проповедовать. Я тему назвал свою «Чего ты хочешь?». Иисус, Он сказал ученикам, которые подошли, «Чего вы хотите?». И вы знаете, этот же вопрос Он задал слепому Вартемею, когда подвели его к Иисусу. Я не знаю, почему Христос спросил Вартемея. Прекрасно видно было, что он слепой, что он в таком состоянии. И Он спросил его, «Чего ты хочешь от Меня?». Он говорит, чтобы мне прозреть. Наверное, Господь хотел услышать исповедание его веры. Он говорит, «Иди, вера твоя спасла тебя». И он последовал за Христом. И многие приходили к Иисусу в период этого служения с определенной целью. Это были острые нужды в их жизни. Женщина-самальтянка, у которой дочь была одержимая, у нее большая нужда была, чтобы дочь получила освобождение. Другая женщина, которая страдала кровотечением, она тоже пришла с определенной целью к Иисусу и прикоснулась к Нему, и получила исцеление. Я думаю, многие следовали за Иисусом, чтобы покушать. Он размножал хлеба, рыбу и кормил народ. Захей пришел также с нуждой к Иисусу, искал его, но его цель была, чтобы Христос пришел в его дом. Вы знаете, много еще примеров можно привести с Библии, когда люди, они приходили к Иисусу с определенной целью, и они не были постыжены своей вере. Это была их последняя надежды и упование, исповедание их на веры. Вы знаете, я не думаю, что только эти были больные, или только эти одержимые, которые приходили Иисусу. Наверное, в Израиле и Палестине было очень много людей, и больных, и одержимых, и слепых, и глухих. Но они не получили по неверию, а эти получили по вере и исповедание Христа Господа. И вы знаете, друзья, сегодня также, может быть, Господь задает нам такой вопрос, «Что ты хочешь от Иисуса? Что ты хочешь от меня?» И мы знаем, что кто-то может прийти к Господу за исцелением. Я верю, Бог исцеляет, но это не должно быть конечной целью следования за Господом, только получить исцеление. Я вспоминаю один случай, я слышал здесь его, может быть, в старом доме. Когда одна молодая женщина, она болела, пришла в Дом Божий, исповедовалась, и братья за нее помолились, она получила исцеление. Прошло какое-то время, она ушла в мир. Она получила исцеление и ушла в мир. И когда она ушла в мир, болезнь вернулась. Она снова заболела. Когда народ израильский, он вышел из-под крыла Божии, а под сенья всемогущего, змеи стали кусать их. Поэтому будь под покровом Божиим, будь под сенью всемогущего, не уходи из его покрова. И вот эта женщина, когда заболела снова, она снова вернулась в Дом Божий. Снова за нее братья молились. Бог снова исцелил ее. Прошло время, она снова ушла в мир. И когда в третий раз она пришла в церковь, она говорит, братья, не молитесь больше за меня. Если Господь исцелит меня, я снова уйду. Она решила, больной, войти в Царство Божие, чем здорово лишиться его. Это был ее выбор. Кто-то, может быть, приходит к Господу получить освобождение. Да? Господь дает освобождение. Да? Аминь. Но это не должно быть основной целью следования за Господом. Есть что-то больше. Кто-то, может, приходит к Господу для того, чтобы материально иметь какое-то благополучие. Я верю в это. Бог обеспечит материально. Бог дает работу, Бог дает крепость. Человек получает свободу, он зарабатывает какие-то средства. Господь благословляет. Но это не должно быть основанием, основным следованием за Господом. Я еще один такой пример приведу. Здесь, в Доме Божьем. Когда-то, в 92-м году, по-моему, должен прилететь самолет с гуманитарной помощью. По-моему, ждали из Германии. Прилетел вроде бы с Канады. Это был очень огромный самолет. Большой транспортный Боинг с гуманитарной помощью. Очень большой. И аэропорт наш Томский, он не имел права принимать по габаритам такой самолет. Он не приспособлен был, Томский аэропорт, принять такой самолет. Но он приземлился. И потом улетел. И вот этот весь этот дом был забит гуманитарной помощью коробками. И вы знаете, и многие братья, которых мы долго не видели, и сестры, они стали ходить в церковь. По средам, по пятницам. И стало народу много. Что они хотели от Господа? Получить какое-то материальное богословение. Но это не должно быть основанием, конечным результатом следования за ним. Конечно, они получили это. И потом снова пропали. Все это время. Потом пришел поезд гуманитарной помощи. Снова народ пришел. Хотели иметь благословение от Господа. Они, конечно, получили это. Кто-то, возможно, приходит в Дом Божий найти себе хорошую невесту или брата. Я верю, что самая хорошая невеста это в Доме Божьем. И братья. Но это не должно быть основной целью приходить в церковь и следовать за Господом. Что должно быть, братья и сестры? Господь нам ставит высшую планку, уровень нашей веры, чтобы мы искали в первую очередь Его присутствие, Его благодати, Его откровения. И это есть то, что мы ищем Его Царство и Его правды. И когда мы ищем Его Царство и Его правды, Матфея 6, 33, то все остальное прилагается нам. Слава Господу! Поэтому необходимо нам искать Его Царство и Его правды. И сегодня брат Сергей, он зачитывал книгу евреям об отцах веры, которые смотрели на невидимое, смотрели вперед, в будущее, они не воспользовались теми бетованиями, которые могли воспользоваться, но они ждали лучшего, совершенного и умерли в вере, не получив каких-то благословений. поэтому Господь желает, чтобы мы искали Его Царство, искали Его правды, искали Его лице, и это чтобы было основной целью следования за Ним. И тогда радость, благодать и все остальное оно приложится к нам. Так говорит Писание. Аминь. Поблагодарим.